здравствуйте уважаемые дамы и господа и настал великий день потому что сегодня начинаем проходить и второй болдер с гейт и перед тем как начнем хочется кое-что сказать хочется кое-что сказать значит по поводу картинки будет в квадратике потому что я тестил пробовал растягивать 16 9 1700 1600 на 900 но мы лет картинку при этом мы лет картинку пишу я bandicam а мне так удобнее то есть не хочу писать фрапсом потом перегонять переводить файл это очень долго у меня на это нет времени так что картинка будет квадратная для владельцев широкоформатников но большинство из вас половина наверное где-то хотя не могу этого точно знать и скорее всего смотрится телефонов уже так что должно быть нормально это по поводу графонии по поводу звука ну в некоторых местах у нас и в прошлой и прошлой и первой части были какие-то глюки со звуками иногда пропадала музыка но я думаю это терпимо терпимо теперь по поводу самой второй части вторую часть я проходил меньше раз чем первую проходил ее клириком проходил ее рейнджером вот и во второй части возведено в квадрат просто эпичность интриги мистика коварство и предательство и все остальное вот просто действительно возведено в квадрат без обузов пройти скорее всего не получится потому что некоторые бои действительно очень сложные вот теперь уже будет действительно сложно и что еще следует сказать каноничной партией считается партия ну наш главный герой и маэн джихи рахалит и динахи и минск и минск вот каноничная партия считается здесь некоторые герои которых мы потеряли в первой части они вернутся не вернутся но мы будем придерживаться от игры ша и мы не будем с ними играть то есть будем действовать только с теми героями с которыми мы взаимодействовали в первой части здесь появятся еще и новые герои новые сопартийцы и во второй части убил вар сделали их более живыми то есть они будут общаться и от наших действий зависит очень многое очень многое напоминаю что мы есть внебрачный так сказать сын бога убийств балла то есть не не с очень хорошей кровью вот паренек такой полуэльф полуэльф да а и эта трилогия это не enhanced edition потому что enhanced edition я уже говорил в первой части от воротильный перевод мне не нравится и вторая часть enhanced edition когда я пробовал играть нее она крашила постоянно у меня именно вторая часть там конечно еще больше допилили они графом не еще больше допилили персонажей интересных но не судьба мне судя по всему в нее сыграть потому что я не могу играть когда игруха постоянно крашет это меня раздражает а я не люблю когда меня раздражать начнем игру можно переместиться с нашего сейва с нашего сейва вот у нас есть сейв джош я его сделал отдельный это глава 8 194 дня мы провели в балдурс гейты 19 часов где-то здесь закончили но мы будем импортировать персонажа почему потому что сделали они просто один ролик и который по сути ничего не дает а глючит неимоверно 30 секунд там какой-то какие-то глюки темный экран не хочу это показывать вполне себе можно так новая игра нет не то нажал сразу мисклик сразу мисклик у нас отмена попрошу отмену нажать новая игра был другие 2 конечно же да нажмите кнопку новая игра bg2 чтобы пропустить в рта балдора 1 и начать игру в рта балдора 2 тени амна если хотите играть это по мы хотим играть во вторую часть потому что первую мы уже прошли и здесь есть импорт персонажа выберите тип файла но вот есть файл персонажа и сохраненная игра я не знаю что такое файл персонажа а это стандартные стандартные какие-то нет мы будем импортировать из сохраненной игры из джоша вот так джош это последнее сохранение там где мы с и моим тусуемся уже во дворце герцогов и нам дают задание в трилогии сделали перенос во вторую часть то есть как бы мы соглашаемся на задание отправиться вам в королевство аската в город аскатла или аскатала она называется и все завертелось переносим нашего персонажа вот он есть джош окей как вы видите после событий первой части произошли небольшие изменения потому что джош медитировал медитировал в тев в тени деревьев вместе с духом леса михаилом потаповичем и павлом валерьяновичем и остальными духами леса и немножко зарос бородой в принципе это неплохо я считаю внешность внешность но давай поменяем какой-то более рыжий сделаем это что это цвета нет цвета в вполне меня устраивают кожа волосы надо поменять давай рыжий будешь рыжий рыжий конопатой ну а кожа пусть будет красная такая чуть-чуть это чуть-чуть такая вот такой вот молодой человек у нас будет с ухмылкой невероятной на окей и голос да надо поменять наверное на сделаем это быстро и больно не это вот был наш прошлый голос на погромче какой-то сделать в битве и к победе я там счета это я должен я должен перед нормальный голос вот этот пусть будет 4 более уравновешенный и напомним напомним про нашего персонажа кроме того что мы дитя балла у нас мы ограничены характером истинно нейтральным потому что мы есть воин друид воин не ограничены лайментом а вот друид ограничен действительно истинно нейтральным характером и наш отыгрыш тоже много зависит от этого много зависит от лаймента и наши поступки сила 19 ловкость 15 конституция 15 инта интеллект 9 мудрость 20 неплохо и харизма 16 почему такие параметры потому что мы прочитали 6 книг ровно 6 книг и повысили каждый из наших параметров то есть первой части все были на единичку меньше известные жреческие заклинания целая тысяча их очень много очень много просто кошмар сколько много почему так много потому что потому что да мышь там какой-то девятый уровень были друида и оружейные навыки у нас скимитар две звездочки проща две звездочки меч и щит две звездочки вложена если это смотрят это прохождение смотрят какие-то ребята которые очень хорошо знают механику игры я манчкинить вообще не собираюсь я никогда не манчкиню в ролевых играх я люблю больше отыгрывать отыгрывать именно саму роль и персонажа и какие-то вот обузные штуки не буду использовать но в некоторых боях наверное придется потому что иначе я просто не знаю как как побеждать вот это будет это какие-то ограничения себе делать не знаю воровство на одну попытку на воровство не знаю посмотрим посмотрим хочется на самом деле попробовать без с его бузов играть и то есть если персонаж погибает какой-то в партии его там оживлять в храме чтобы было честно но посмотрим на самом деле попробуем я помню бои очень трудные будут имя так и остается джушуа да принять и погнали смотреть наверное ролик биография что тут шум кузнецы это наша биография это мы читали в прошедшей части прошлой части я думаю пора начинать хватит разглагольствовать принять так и сейчас нам покажут напомнит нам чем все закончилось и чего все началось очевидно на на владыка убийств должен умереть но в смерти своей он разродится безжалостными потомками хаос пойдет по им по их следам так говорил о луанда мудрый луанда очевидно знал о чем говорит потому что мы и есть один из этих потомков невероятная летопись попрошу открыть и на второй странице показать что это такое это это врата балдура не это кэндл кип как раз вы провели юность библиотеки крепости кэндл кип сердечный подсердечной опекой своего приемного отца гарайана и маян тоже жила в этом доме вы с ней родственной души и происхождение ее покрыто тайной как и ваше собственное убийство гарайана дало ответы на ваши вопросы когда обнаружилось что убийца саривок является вашим братом ты и саривок продукты смутных времен хаотичного периода когда боги обрели плоть и были вынуждены ходить по земле один такой бог предвидел свою смерть и спустился на землю перед катаклизмом он оставил множество смертных отпрысков предназначенных быть движущей силой для его возрождения этим богом был бау владыка убийств и вы один из его потомков саривок развязал войну жертвоприношения чтобы доказать могущество он верил что сможет стать новым владыкой убийств не так сталося я гадалуся саривок вы убиваете своего брата отослав его нечестивую душу обратно к балу вы становитесь героем врат балдура но некоторые подозревали вас в родстве с саривоком вскоре вы и уезжаете в связи с обстоятельствами более мрачными чем кто-либо может себе представить они пришли во время вашего отдыха фигуры скрытые в тумане которые потом окутал твои мысли стирая границы между сном и явью нет ни злобы ни ненависти не упоминания о старых счетах только быстрый захват в плен и обещание зловещих деяний впереди вот так вот пленили пленили нас ведут в катакомбы очень сразу страшно очень сразу невероятно страшно черепа тут ничего себе но ребята это была ошибка пленить пленить джоша это джоша гарантирует что это тут такой у нас тут такой да пренеприятнейшая физиономия доложу я вам в заточением заточением находимся в заточении но ничего сейчас мы совсем разберемся я думаю о кстати в ульюки и крики вот мы в этой клетке а мышку дадут будут а тут еще мультик не так а дитя балла пороснулась продолжим наши эксперименты огнем по нам удаляют боль пройдет ты сможешь пережить это суживаю катуют на скатуюсь интересно у тебя столько неиспользованной силы паренек это вырвусь ты получишь ты получишь это как педать ты хоть осознаешь свой потенциал новое вторжение в комплекс хозяин они начали действовать раньше чем мы ожидали неважно они добьются лишь небольшой задержки вторжение в комплекс это наш шанс судя по всему кто-то бежит тут в ловушку наверно а черепушка осталось только а кто цвета такие такие пришел нас спасать проснись и ты проснись пошли нам надо выбираться отсюда ух и мэн и мэн и мэн и мэн что еще хотел сказать а и мэн я надеюсь ты запомнил этого молодого человека который посмел пленить великого героя врат балдура потому что жить ему осталось судя потому что мы спешить не будем где-то около тоже где-то 190 дней и мэн наша сестра сводная сводная с которой мы собственно прошлой игру играли вот и да два основных персонажа будут опять-таки джош и и мэн ну теперь давайте читать диалог простнейшую простнейшую ты там и мэн нас спасает судя по всему и мэн шо происходит он и тебе мозги наберки на бекрень сдвинул да я помню только что мы были рядом с братами балдура и на нас напали не думаю что хочу вспоминать все это он делал с нами что-то джош нам надо выбираться отсюда делал что-то что ты имеешь ввиду ладно джош не заставляй меня думать об этом он делал то же самое с тобой по моему он не слышала как ты кричал я хочу знать кто стоит за всем этим он мне должен эту боль позже прости но я не уверен что у меня опять получится сбежать если он вернется моя голова так сильно болит у нее и мэн это не похоже на обычную боль джош она внутри как будто из моей кости сделали маленький кинжал и она не проходит не волнуйся сестрица мы тут сейчас со всеми разберемся не смотри на меня так голова у меня болит вот и все понятно должно быть из-за шума там была драка убийцы пришли за нашим захватчиком наверное значит враг моего врага мой мой этот друг здесь повсюду мертвецы и бойня все еще продолжается я слышу это ты собираешься идти или мне следует оставить тебя здесь шуточки шутишь так сами мы далеко не уйдем если кто-то кто бы присоединился к нам минск и джохера сейчас к северо-востоку от нас заперты в клетках вроде твоей мы должны освободить их а потом найти кое-какие шмотки но вот собственно минска мы потеряли прошлой игре поэтому его не будем брать его не будем брать нам стоит заглянуть сначала в западную комнату но которая на запад и чуть-чуть на север по-моему я видел там какое-то оружие дверь на углу этой комнаты продолжай вряд ли это наше снаряжение ну естественно наши лучшие вещи наверняка пропали но хоть что-то теперь пошли и и мы нас освобождают присоединяется к партии что случилось сохранение игры почему-то случилось так находясь в лавке можете управлять дают нам наконец-то управление давайте посмотрим параметры все сохранились я кстати перед тем как импортировать я снял коготь который у нас был кольцо проклятый коготь который нам я просто боялся что параметры с глюками перенесутся напоминаем имейн имейн маг вор пока джош занимался медитацией с михаилом потапычем имейн брал уроки у герцогов причем маг уровнем 8 успела набрать себя но имейн хуман человек и поэтому она может взять только дуал класс то есть она остановила свое развитие в классе вора и перешла в магическое и теперь будет повышаться только как маг сила 9 очень дохлая ловкость 18 отличное телосложение максимальное для вора вполне себе это у нее 57 хп интеллект 17 для мага нормально вполне пойдет мудрость 11 харизма 16 у нас харизма тоже 16 и и мэн что ты там умеешь попрошу мне напомнить ты умеешь короткий меч кинжал посох короткий лук дротик неплохо вполне себя давай свои заклинания так доспехи это все тебе понадобится наверное второй уровень шоу тебя сила тут силу не нужна сила чё дает преобразование заклинание поднимает силу персонажа до 18 это абсолютно не нужно удаляй кислотную стрелу мелфа попрошу вот зеркальный образ нужен на самом деле паутина может помочь а это что за зловонное облако удаляй и еще стрелу мелфа подчинение на заклинание создает магическую стрелу которая без промаха поражает жертву 2 до 4 единиц кислотного урона дополнительных повреждений к сожалению нету за каждые три уровня заклинатель кислота остается в жертву на дополнительный раунд который наносит еще 2 до 4 единиц урона это хорошо и паутина опутывает просто но мы эти все мы это все читали ребята в прошлых сериях тут шоу тебя ускорение вот эту штуку не хочу использовать призыв монстров это что такое снять магию это надо наверное брать а фаербол конечно берем снять магию потом а тут у тебя только защитные то что такое малая сфера неуязвимости улучшенная невидимость хорошая штука на самом деле и какие-то щиты у тебя на 5 уровень еще это еще рано тебе а наши шо у нас два рока броня духовная 3 хила легких и больше нам тут наверное еще не нужно рог проклятия таху падает у противника хил легкий восстанавливает восемь единиц здоровья а духовные доспехи доспехи веры дают пять процентов поглощения это ну плюс с уровнями до 25 на двадцатом уровне священника но на у нас сейчас седьмой девятый а имен седьмой восьмой седьмой воин девятый девятый друид мы окей давай сразу зарядим остальные остальные что это такое у нас это защита от огня волшебные ягоды и обнаружение ловушек остановить яд пусть будет здесь диспл обязательно это что такое это вызов насекомых хорошо это что такое снять невидимость наверное понадобится и серьезный хил неправильная магия что можем еще удержать животное это не нужно это не нужно вот эта штука вызов молнии только на природе работает сейчас мы в данже судя по всему четвертый уровень вызов нимфы обязательно плач страха не знаю нужен или нет что здесь нанесение серьезных ран еще есть и защитная гармония а все остались те которые у нас были и вызов лесных то есть можем через самонов играть и здесь рой насекомых вот это крутое заклинание чтобы мафу вырубать 6 еще не знаем окей значит мы мультикласс воин друид седьмой девятый и маян двойной класс в мах восьмой вор седьмой то есть будет развиваться теперь только как маг понеслась 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 мы в данже мы в данже находясь в лавке и маян вряд ли наше старение это все прочитали кто тут такие это джахера шо джахера здорово быстро нам надо выбираться отсюда пока не явился тот кто это сделал клянусь путешествовать с тобой никогда не скучно так джахера действительно по какому праву здесь командуешь я же командир партии у тебя есть идея как мы сюда попали нет я не знаю я бы предпочла чтобы мы продолжили расследование в более подходящее время нам надо найти друзей и должное время наказать врагов но джахера молодец если хочешь я расскажу что привело к нашему пленению но вряд ли моем рассказе будет что-то новое для тебя мой муж халид и я путешествуем с тобой уже много месяцев но как я и говорил каноничная партия джахера халид в ней есть и мест где мы побывали слишком много чтобы перечислять то считается что они были с нами при победе над царевоком мы с ними потасовались в первой части они от нас ушли потом предали нас я не захотел с ними дальше играть твое уникальное происхождение повлекло тебя в путешествие к добру или к худу и твой приемный отец был прав приказав нам присматривать за тобой джахера и халид это друзья горая на нашего приемного отца которого саревок убил но мы отомстили уже то есть мы саревка завалили завалили мы остались с тобой скорее на правах друзей чем партнеров и наши совместные деяния послужили к вящему благу нашей земли на джахера кстати тоже друид и да мы нажили себе немало врагов но избавились от них всех кто бы не затащил нас здесь он несомненно очень силен раз так легко это сделал но это естественно джахера насколько мы знаем вы свое время ошибка нам суждено с ними разобраться но пока важнее спасти наших друзей и спутников а потом выбраться отсюда где сейчас халид он с тобой я не знаю где он и это меня тревожит без сомнения его забрали также как и нас хотя похоже не всем нам уготовлена одна и та же судьба судя по ощущениям моей голове меня похоже отравили чем-то но я избежала каких-либо серьезных физических повреждений однако ты выглядишь так будто тебе досталось больше всего я не хочу думать что мы с халидом обошлись также конечно мне а я же командир партии командира первого допрашивали очевидно я помогу тебе но похоже твоя клетка заперта магией я не знаю если у тебя хватит сил можно попробовать сломать клетку если нет придется искать ключ поторопись если можешь я хочу убраться отсюда пока хозяин не вернулся легкость с которой он нас захватил говорит о том что мы вряд ли выстоим против него лучше будет бросить вызов злодеев другой день когда сила будет на нашей стороне поэтому иди и поторопись мы должны освободиться мудрые речи говорит джахера у нас появляет появляется первое задание это я хочу отключить чтобы у нас было побольше видимости и дневник глава 1 джахеру держат в той же комнате где меня в клетке запертой на магический замок не похоже чтобы его можно было вскрыть возможно где-то в подземелье есть ключ похоже не похоже но мы попробуем вам не удалось выбить дверь сила 19 попрошу заметить не удалось хорошо ой минск минск будет свободен еще больше не сдержит мой гнев сейчас всем задницу наберу подходи под раздачу минск твой могучий воинский дух должно быть находит эти решетки невыносимыми времени мало на разговоры пустые освободи меня я обрушил град ударов на тех кто смелился тронуть меня и иди нахер она будет отомщена динахер и умножу здесь еще один узник узник да ее дух и и дух узник здесь и все по моей вине я должен был защищать ее но она она на самом деле мы играли с динахер а минска мы бросили он не умер окончательно его можно было воскресить но первой части это поэтому мы с ним играть не будем не убили ее на моих глазах понимаешь я не знаю кто они но я искуплю свою вину ну минск минск это ужасно мне так жаль тебя говорит и ман я не буду плакать о мертвых не буду ну ладно может быть немножко но праведный гнев осушит мои слезы я спою колыбельную и уложу тебя спать злом минск заставить тебя заплатить слушайте можно взять его на самом деле такой он смешной ты поможешь мне мы объединимся вновь и такова будет наша ярость что барды испишут об нас все перья о нас наверное да где мы пройдем там чернил будет не хватать раз ты оказался здесь значит ты слаб тут и оставайся ты ты отвернешься от того кто в беде ты бросил меня в мой час позором ты не лучше тех кто убил динахер ты подлец которого я называл другом не заставляй меня заносить твою задницу в пенальный список я не хочу этого делать но я знаю что я сделаю это если надо выбирай свой путь сейчас ты совершенно минск ненормальный останешься здесь тусоваться я тебе не позволю жить чтобы снова бросать друзей в беде я я убью тебя дай только справиться с решетками ра боевой клич издает решетки моя неистовая сила сгибает и скручивает их минске будет теперь свободно теперь ты теперь ты а до минска дошло громко кричит по моему он меня перекрикивает надо надо да как ты умен теперь я понял господи минск ну замолчишь уже теперь я понял ты сказал что это чтобы разозлить меня чтобы я сам освободился ты иногда такой же умный как бу теперь мы снова можем путешествовать вместе у нас есть друзья за которых надо мстить и враги которым надо настучать по морде и по шее так бу пойдем со мной но не подведи меня как ты подвел динахер моя честь и достоинство под сомнением о я уверяю тебя ничто не удержит меня от того чтобы обрушить свой праведный гнев на тех кто за это в ответе если что я еще сильнее сконцентрируюсь на достижении цели минск это минск я всегда им оставался пошли был мы снова среди друзей а что я вижу этот грызун все еще с тобой осмелись спросить где ты спрятал его от наших похитителей такие вопросы лучше оставить дряхлым мудрецам бу проворен и ловок а искать придется по всему огромному минску так что никогда не удастся нас разделить где я правда не хочу быть слишком много думать об этом но очевидно что минск прятал его там где но вы поняли минск и бу это минск и бу и мы никогда не расстанемся мы идем ягодицы жла зла ждут моего ботинка истинно уговоришь и не так я передумал почему мы вам не отправиться вперед без меня я это нагоню вас попозже ага тогда я отправлюсь на поиске один мы встретимся вновь когда я буду достоин послужить хорошей и честной компании в том что мы встретимся я не сомневаюсь ибо где зло бродит на свободе там и башмак минска во дворящий справедливость пойдем бу надо идти что да конечно мой хомяк говорит что он будет скучать по тебе такую любовь и преданность ты вызываешь даже у грызунов можешь гордиться как минск выгоняем минска сразу не будем его брать в партию еще опыта даже не дали за это опыта не дали не хочу играть с минском потому что ребята хороший персонаж до рейнджер и очень сильный и приколов с ним будет много но здесь будет и без него много интересных персонажей без него музон по моему надо погромче сделать слушайте вам так не кажется но музон то громко то тихо давайте пусть будет так если еще потом увеличу заходим в кимнату видим кого это каменный голем судя по всему голем тюремщик а ну-ка попрошу представиться до пленники вы не должны убегать хозяй не желает этого минска потом появится его можно будет потом взять я подумаю еще об этом но я не хочу на самом деле его его брать потому что мы его бросили в прошлой части где нахер это джахера пусть будет джахера ладно пусть будет уже так и быть так и быть минска не хочу брать все-таки до мой отыгрыш как хочу таки буду поступать возвращаемся к голему тюремщику я так волнуюсь кстати друзья потому что очень много эмоций приятных вот потому что это все болдерс гейт это лучшая моя любимая ролевая игра фэнтезийная фэнтезийная поленники вы не должны убегать хозяин не желает этого да ты шо ого это ж голем мощная магическая штука странно что он не враждебен я думаю его создатель не ожидал что мы сбежим так что даже лучше не дал под ним не подумал им дать приказ задержать нас они лишь выполняют точности то что им приказали на самом деле они не думают если ему не было велено молчать мы можем вытянуть из него какие-нибудь сверия пленники вы не должны убегать хозяин не желает это кто тот хозяин о ком ты говоришь мне не разрешено говорить заключенными возвращайтесь свои камеры это фория хозяина где и почему мы здесь оказались вы его пленники он доставил у вас в свой дом потому что теперь он вами владеет вы должны вернуться в свои камеры это воля хозяина я не вернусь в эту клетку то собираюсь у меня остановить на галим тюремчик я не предназначен для того чтобы вас останавливать страж пересечет ваши попытки сбежать возвращайтесь свои камеры это воля хозяина так это все спроси спросили кто или что этот страж они страж пресечет он сказал смотрите попытки кто лишу этот страж страж не пустит вас в комнаты хозяина вы должны вернуться в свои камеры это воля хозяина подожди мы еще не все спросили желание твоего хозяина меня не слишком волнует галима где и почему и как мы здесь оказались вы его пленники продолжают территорию ты безмозглый галим я не вернусь в клетку вы должны починиться хозяину возможно нам интеллекта не хватает чтобы его переговорить напоминать параметры я думаю давайте быстро пройдемся сила отвечает за бонусы к милишной атаке и загрузоподъемность сейчас у нас урон на поражение вот на бросок кубика на поражение плюс 3 то есть начинает 16 и баф идет ловкость отвечает за класс брони и за бонусы к дальнему урону телосложение отвечает за хп у нас 40 46 хп потому что мы дохлый очень сильно дохлый интеллект отвечает за магию и за спас броски какие-то мудрость тоже ловкость по моему должна отвечать а ну все параметры ловкость телосложения интеллект мудрость отвечают за спас броски спас бросков 5 редакция 2 паралище от смерть семерка у нас чем меньше тем лучше скипетры жезла 11 окаменение десятка дыхание оружие 12 заклинания 12 это важная характеристика для магов отвечает за их не дополнительные заклинания и сколько они могут выучить заклинаний также за лор отвечает за знания мудрость важная характеристика для всех престолов для священников для клириков для друидов то есть чем больше тем лучше начинает 16 конечно первый первый бонус у нас 20 то есть вообще отлично количество заклинаний первого уровня много больше становится и третьего даже кажись третьего и четвертого 5 только одно знаю возможно где-то здесь и есть это инфа давайте посмотрим заклинания не 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 взлом реакция плюс 4 уровня вот дополнительные жреческие заклинания плюс 3 плюс 3 плюс 1 плюс 3 это вот от вот этого параметра харизма 16 у друида харизма минимум 15 минимум 15 и поэтому у нас только 16 ну по-моему харизма не сильно влияет на это так давай лутать стол берем все берем все что можем нести что это это ключ кстати ключ от тюремной камеры кстати друзья я все не помню что тут будет потому что очень это и здесь картина подожди туда идти на тут закрыта и моим поскольку ворту это здесь шо шлемы вот это все забирать надо надо сейчас одеваться уже потихоньку и мы давай сюда поиск ловушек я кое-какие моменты помню и мы находят действительно ловушку кое-какие моменты помню а кое-какие моменты я не помню давай имейн вскрывай группа получила опыт и наши золотые панталоны попрошу нам выдать которые мы носили всю игру так кинжал может опознать плюс 1 отлично золотые панталоны опознание заклинанием но это те же панталоны которые были в первой части до описание что ли поменяли не может быть золотые панталоны определенно видели со самое начало нашего мира хотя я должен подчеркнуть что они видели это такое фигуральное выражение то вы еще решите что у них из заднего кармана торчат какие-нибудь зачаточные глазки то и чего боги упаси зубы и прочие немыслимые органы описание поменялось панталонов другие владельцы панталон наверняка подтвердят что их уважаемые ягодицы оставались полном уединение и неприкосновенности и ни разу не пострадали от посягательств движущихся пальцев или каких-нибудь зрительных приспособлений стихотворные хроники минувших веков давно уже всеми забытые рассказывают о штанах что были как металл но мягкие в сочленениях казалось бы логично было предположить что восход брюк произошел на закате нетерила но вместе с тем сопоставление золотых панталон с этим описанием не совсем коррект но читатель должен знать что приведенные стихи часто цитируемые не к месту имеет отношение к пантехикону древнему базару славившемуся своими серебряными женскими панталонами возможно они и были прекрасными на золотыми нет говорят что сейчас можно приобрести никелевые трусики но я не знаком с тем портовыми заведениями которые предлагают такой товар поэтому ничего не могу сообщить на этот счет назначение этих панталон таинственно как никогда и возможно останется загадкой до возвращения самого панта кратера хотя при близком рассмотрении можно сделать некоторые предположения их свойствах приподнимающие свойства гульфика который прекрасно облета облагает и спереди и сзади гульфик это вот эта штука шо ли похоже бросает вызов самой гравитации такой усовершенствованный по покрой почти наверняка повысит самооценку представители любого пола однако я бы не осмелился предположить что долгое нахождение под воздействием этой приятной иллюзии может дурно повлиять на когнитивные функции и порекомендовал бы проявлять большую осторожность при ношении панталон золотой природы панталоны это мы их что нет места сейчас место организуем мы их взяли в первой части надеваю класс брони 3 плохой потому что ловкость 15 нету бонусов от ловкости было бы 16 были бы бонусы меч и щит не умеем вообще ничем пользоваться скимитара не за нескими тор есть это катана а нам надо скимитар и майн можешь одеть доспехи можешь но но при этом не сможешь считать заклинание да а кольчугу сможешь кольчугу не можешь еле несешь давай кинжал плюс один бери три бутылки разделить две командиру так командиру хотя бы щит что можем мы вообще сражаться ничем не можем это очень плохо панталоны сюда баклер сюда а баклер можешь взять может что и с баклером вас брони становится пятерка неплохо и моим если оденем на тебя броню до заклинание волшебника стали недоступными но будешь нести броню и моим черная будешь черно-красная и будешь черно-черно-розовая такая а джош у нас такой вот коричнево-красный нести можем много панталоны это мы их подобрали еще в первой части еще в первой части и как подсвечивать подсвечивать вот так и несем их несем их несли всю игру по-моему они какой-то секрет имеют я кстати никогда с этим секретом не взаимодействовал и не делал надо наверное шест какой-то взять потому что джош ничем больше сражаться не может и о щите забыть пока что покажу забыть о щите тут дверь вижу давай-ка вскроем эту дверь дверь открывается но неплохо наверное так и давайте сейвушку делать профилактическую потому что что я чувствую это а и давай динахей разоберем на самом деле чик сюда-сюда картину осмотрели в ней кинжал и панталоны с панталонами какой-то секрет связан невероятный но по-моему только в троне балла какое облегчение и во время мы должны немедленно уходить но только из-за того что наш хозяин может вернуться но и потому что я снова хочу увидеть солнце я не видела его давно какой-то странный звук вот здесь возле клетки динахиер я задыхаюсь в этом мокром подземелье подожди я рад буду видеть тебя с собой до тех пор пока ты помнишь я главный мы делаем то что я хочу это место ожесточило тебя я не припомню чтобы ты был столь быстро на осуждение виде куда хочешь но будь осторожнее хорошо джахера давай вот не начинай только только не начинать 3000 опыта получили за джахеру а ну-ка джахера припомни джахера воин друид как и мы седьмой восьмой мы седьмой девятый мудрость у нее 14 как для друида плохо но сила ловкость ловкость неплохая то есть она может танковать хп 17 до телосложения 17 и хп 61 она как там будет неплохая что у тебя по спалам джахера но у тебя такое все а чем ты у нас сражаешься невероятно скимитар палец а посох и проща меч и щит тоже ну причем и не нашли посох мы тебе передадим посох мы тебе передадим будешь посохом бить вот этим всем ты не сможешь сражаться копье наверно возьмем копье будем накалывать врага накалывать врага и давай тебе поскольку ты у нас такая давай одевай кольчугу сильно дохлая у нас 15 сил нормально информация биография но это мы читали не хочу перечитывать опять биографии джахера есть давай джахера тебе заклинание быстро раскидаем хил хил броню себе на касту и у тебя палец а есть да давайте волшебную палицу будешь себе кастовать тем более двойка у тебя знаешь что давай ка ты возьмешь щит джахера меч не меч выложи меч минску бы приходился берешь щит и заклинание палец и приготовь больше дубиной сражаться это мы не будем использовать потому что сами себя заплутаем вот так вот так а джош будет таким саппортующим более ты будешь более воинственным шо еще волшебный меч у тебя есть ничего себе кожа кора тут у тебя есть обнаружение ловушек надо в таком количестве нет это у нас очаровать теплокровного это может помочь а это кожа кора класс защиты сейчас может помочь на действительно здесь у тебя это убери диспл не не то взяла диспл бери сразу это что такое излечение от болезни нет и вот это вызов насекомых атакующие заклинания из их насекомых надо брать и четвертый уровень у тебя нимфу можно вызвать можно призывать что-то это что такое и яд отравляет жертву не сделавшую спас бросок дистанция на дистанции давай яд возьмешь духовную гармонию им брать или нет плащ страха ну что тут же хер это не особо должны отличаться кстати заклинания не отличаются абсолютно защита от молнии вот это надо наверное взять это нейтрализация яда это долго тестовать еще одну нимфу призвать нимфа будет нас хилить или зверей у тебя есть звери джош джош есть давай хил возьмешь еще больше вот так и джахера идет вот сюда и маян замыкающая строится отряд мальчиков зайчиков девочек белочек да и джахера застряла сразу и маян застряла и маян давай в быстрые слоты а в быстрые слоты не получится а белки еще и забыл про белки джахера может превращаться в бурого медведя михаил потап еще волка это волчок и черного медведа это павел валерьяныч а у джоша белки о посмотрите я же забыл совсем поскольку мы дитя мало у нас кроме друидских точно таки же как буду у джахера есть еще способности это легкий хилл быстрый малый от так лар лоха лороха будем называть и замедлить яд и призыв святой мощи это кстати клирическое можем еще мощнее стать ну что давайте продвигаться давайте джахер взяли втроем идем что хотел еще сказать не досказал как обычно у меня потому что волнусь некоторые моменты не помню просто не помню а некоторые помню помню что такое сразу дымный мифит вот сразу начинается сражение у тебя готовы заклинание у тебя ну так себе заклинание на самом деле стреляй по нему джоша можешь чем-то стрельнуть давай защитную гармонию джахера влетает и постует они что-то сильно тут не накастуешь что это удержание животного для чаровать теплокровного также хера надо брать потык и влетать на него на самом деле ты в доспехах второй шлем есть трава шлема нет джахера тупо влетает тупо влетает на дымного мифита невидимый стал не еще себе подожди сейчас не спеши гармония не сработала на джахера во первых а ему зон тут отличается до призвать нимфу или нет видеть невидимая попрошу мне это у тебя есть есть только подойди сюда джош и вот уже атакует же херу этот дымный мифит а такой и маян сразу заклинание по нему видеть невидимая подожди просто атакует он один там был кажись один просто атакуйте его давайте как он себя чувствует серьезные раны а но он простенький но он пробивает же херу копьем ему джош вот так и ничьи себе что это такое он ослепил к жизнь ослепил r слепота до ослепил но она и так не стреляет так что это ошибка дымного мифита сегодня много ошибок все пытаемся его заколоть никто не попадает и маян отводить на самом деле потому что вот он отошел от страха давай и маян вот эту сферу в него готов молодой человек кто серьезно пострадал джахера серьезно пострадала и маян надо искать ловушки на самом деле искать ловушки и джош давай ты тоже будешь искать ловушки и я думаю наступило время призвать что-то тебе давай сюда вот так тебе давай сюда сделаем очарованию сейчас не сильно поможет и вызываю нимфу сразу что там орет как в сталкере прямо такой крик вызываю нимфу поиск ловушек закастовала отлично нимфа будет замокающим нимфа может хилить весь весь отряд вскрыть дверь незамедлительно дверь закрыта крики какие-то невероятные страшно становится вперед дверь вам не удалось выбить дверь тогда и маян попробует и маян попрошу вскрыть в управляющего механизма отсутствует обычный замок он может быть защищен против магических заклинаний понятно ним фашу можешь полезное сделать кожу кору накастовать на джахеру давай сразу можно вас выбирать 12 а через shift можно 13 но я и так контролить не умею в реал тайме мы будем постоянно прожимать паузу постоянно прожимать паузу что дымный мифит был дымный мифит и здесь какая-то штука очевидно здесь что-то плавили или возможно же кровь пускали идем вперед пока на джахере заклинание висит и маян ищи ловушки здесь все позабирали все позабирали надо выходить сюда и искать ловушки потому что ловушек а тут куча трупов попрошу заметить и сохраняться надо почаще сохраняться надо почаще трупы воров в черных куртках с капюшонами разбросаны по коридору на телах следы мощного выброса магической энергии убившего их судя по отдаленным взрывом достигающим ваших ушей битва в которой они палят до сих пор в разгаре сейчас мы это проверим момента может невидимость входить можешь но при этом искать ловушки так впереди какая-то штука поиск ловушек джош сам может искать ловушки давайте нимфу пошлем или призовем лесных зверей давай призовем туда в эту комнату лесных зверей на самом деле чик через разведку через сам она в топ пока что играем вызвали волка начинается боевая музыка волк никого там не видит хорошо продвигаемся будем аккуратно играть машина в центре комнаты выглядит опасной возможно у нее есть какая-то что-то вроде контрольной панели которая позволит позволит вам выключить ее машина выглядит опасной слушайте надо сохраниться наверно крупный волк атакует грозовой мифит а тут у нас молния так и так и знал что надо было за защиту от элементов кастую броню кастую на себя кожу здесь что можно сделать ускорение можно дать да ускорение сейчас нужно давай сделаем так тут стреляет машина или это грозовой мифит этой молнии стреляют а нимфа уже застанила по сути застанила мы туда влетаем валим мифита появляется еще один мифит пробивает и мая что-то слабенько пробивает этой молнии валим мифитов фитов так и мая давай-ка отступи я боюсь больше всех у тебя есть доспех этот твой касту его на себя доспех молния еще летит а слушайте можем машина наверное при призывают давай джихи ровали его а мы машину осмотрим эта машина гудит от наполняющей электрической энергией машину надо отключать наверное не надо сражаться дина хер же хера ты давай сражайся с мифитом волк тоже сражается джош пора отключать машину судя по всему как ее отключить могу понять может а вот здесь что-то здесь нужно что-то отключить это что-то вроде переключателя возможно он остановит странную сверкающую машину которая постоянно вызывает надоедливых маленьких мифитов остановить сверкающая машина останавливается как только вы нажимаете переключатель но все остальные сражаются джош добей мифита тут нам подсвечиваются двери еще хорошо и моя накастовала броню покажи сколько класс брони у тебя после этого обкаста минус 1 неплохое заклинание и пояс какой-то на тебя этот предмет нельзя убрать почему проклятая очевидно а есть снять проклятие у кого-то у друидов кажется нету снимания проклятия на нейтрализации я да не у друидов нет защита от молнии защита от негативного плана ну ладно будем прогнаться тогда заходим в парад что какие-то кристаллы этот зал почти весь покрыт выходами минералов и кристаллическими образованиями похоже странная тюрьма в которую вы попали устроена в естественной пещере несколько водоемов наполненных кружащими огоньками украшают ее неровные края а в воздухе витает аура силы сейчас мы посмотрим чтоб тут сейчас это можно разделиться давай же это что такое это а а тага парень похож на джина на самом деле со скимитаром надо его валить надо его валить же хера сюда и маян сюда волк сюда и сюда на изготовку джош добро пожаловать твой побег случился несколько позже чем и я рассчитывал я а тага джин действительно добро пожаловать мой скромный уголок я стараюсь сделать его более уютным чем все остальное благодарю как случилось что ты знаешь мое имя еще здесь происходит твое имя хорошо известно среди тех кто хранит нить твоей жизни воистину светла сколь бы норовила она иной раз вернуть к темному и печальному концу что касается облегчение твоих мыслей ответов на вопросы которые без сомнения мучают тебя то это не моя забота уж прости тогда чем ты можешь быть мне полезен умудренно отвечаем какую помощь ты от меня хочешь получить зависит от тебя ты собираешься отвечать на вопрос зачем потому что ты хочешь задать мне вопрос я страдаю от ужасного любопытства и я вижу пути ведущие в тысячу направлений и каждый разлетается еще на тысячу но из всего что я вижу джош остается загадкой ничего себе сказал я себе все что я хочу это один ответ брось его на чашу весов для меня и я в свою очередь запомню свою чашу ты ответишь мне или пойдешь своей дорогой джин джин ну давай ответим я отвечу на твой вопрос если это имеет смысл тогда вот мой гипотетический вопрос ты твой брат были пойманы и заперты в отдельных клетках не дающих вам общаться сделавший это маг подходит чтобы поговорить с тобой он объясняет правила своей садистской игры в каждой камеры есть магическая кнопка если ты нажмешь кнопку твой родич нет ты умрешь а он будет свободен если твой родич нажмет кнопку а ты нет он умрет а ты освободишься если не ты не он не нажмете кнопку вы оба умрете если каждый из вас нажмет свою кнопку вы оба умрете маг говорит что у вас есть один оборот песочных часов чтобы решить что делать а затем исчезает скажи мне джош ты нажмешь на кнопку если я нажму я умру он освободится если я не нажму то непонятно что он сделает я не знаю это ответ не удовлетворяет меня джош выбирай еще раз я я я нажму на кнопку интересно у любого действия и бывают последствия особенно у того которыми руководит благородство попробуй справиться с этим герой призывает что-то сволочь а грамма призывает ничего себя мы очевидно это решили по геройствовать он поэтому арома призывает что можешь сделать армах опасный да что это удержание персонажа застывшим что неправильную магию обязательно на него скастовать что можно еще надо вот это против агрома этих зверей него это невероятных а ты просто атакуй и маян какие опции у нас опции вызвать паутину или сфера неуязвимости не поможет вызов монстров давай сюда как армах почему-то не кастует ничего и атакует нас ну все сейчас ему гуфетский будет жахер и немножко отойди призвали монстров о гормах и теперь кастовать ничего не сможет уже вообще никогда потому что вот эти помним это заклинание с первой части жуж призывает рой монстров которые просто невероятно атакуют атакует мага вырубают его наша нимфа кастует еще и невероятное удержание на него почему две нимфы а на телепортнулась каким-то образом что теперь скажешь молодец похоже ты умеешь отвечать за свои слова в на раду за терпение дам тебе совет найди и релева ему как раз нужен такой как ты совет дал предложи ему освобождение которое он так сильно жаждет и ты обнаружишь что твоя собственная цель обрела очертания прощай как то так это так интересная комната комнатушка и наш путь разделяется партия теперь у нас состоит из троих еще и призванных персонажей кстати меч на нем остался попрошу меч подобрать заканчивается действие заклинание ускорение динахи это джихиром готовься нести мечи нести мечи можешь нести можешь нам надо наверное отдохнуть ребята потому что потому что это слишком много несем давай в этот здоровый еще забери чтобы нас немного разгрузить молоток забери алибарду это сюда катану сюда катана стоит сотню где-то остальное стоит это когда отдохнем джахери как это р или п п джахери сделаем сделаем тогда побольше этой дубины пусть она сражается дубиной будет более эффективно хил один забрать один оставить этот удаляй броню нужна тебе броня или нет спехи веры не нужна давай тебе еще одну дубину и один рок или взять тебе доспехи веры пять процентов не давай рок пусть будет у тебя больше атакующих нам надо здесь призывать этот святой меч или нет нам нужно на самом деле оружие плюс один возможно здесь будут противники я не помню уже всего возможно будет противники которые которых только магическим а кожа кара это вообще не ни о чем очаровать теплокровного ну в принципе может сработать это вместо хила надо использовать джахера она хотя она хотя не она по единице давай поиск ловушек тебя возьмем или защита сопротивление огню холода огню и холоду полный иммунитет к обычному холоду и жару по снегу 50 процентов дает давай мы резисты возьмем не знаю что брать меч берем потому что ты джахера у нас атакующий персонаж будешь атакующий воин друид да потому что мы пока что с этим копьем ничего не это я думаю для начала друзья неплохо что такое зал почти весь покрыт выходами это это для начала неплохо значит нас какой-то паренек посмел а это что такое водоем бурлит и вскипает водоворотами внутри него танцуют странные огоньки на дразнящий короткий миг водоем проясняется вы наблюдаете изумительную картину рождения мира кстати призванные призванные дриада исчезла в огне и расплавленном камне земли вздымаются и рушатся земли вздымаются и рушатся газообразные массы вьются в основной срок становится водой наконец образуется моря в которых зарождаются искры жизни появляются первые организмы затем растения начинают медленно и неизбежно покрывать этот новый мир но небольшая лекция по большому взрыву уже не помешает так агрилон отозван нимфа отозвана мы все равно будем отдыхать так что не страшно что они отозваны значит шо надо сказать пора в путь подожди и мая не спеши а вот джахера готова джахеру путаюсь где нахер надо это исправлять значит нас посмел пленить какой-то молодой человек и мая запомнила его лицо мы выберемся из катакомб разобьем ему лицо вот так вот так вот и все такой план наш на игру наверное а ну и параллельно будем конечно же еще в поисках предвещений двигаться а тут шо водоем бурлит и вскрипает это мы уже видели все хатасов крупный волк отозван нету другое внутри него играют странные огоньки глядя в воду вы вдруг улавливаете панораму города на краткий миг изображение приступает с абсолютной ясностью и вы видите как меняется город подход проходят века жители оставляют свои примитивные орудия и образ жизни делаются открытия мировоззрение людей меняется и расширяется то время как они обладевают с каждым днем все новой истиной или изобретением видение постепенно исчезает и вот уже перед вами снова всего лишь бассейн уже интересные бассейны бассейн притягивает вас к себе в его глубинах вы наблюдаете удивительное зрелище странный и прекрасный город вырастает у вас на глазах металлические здания тянутся вверх настолько хватает взгляда и народы всех раз живут в гармонии с помощью необычных машин они разъезжают по своим ежедневным делам вы с неохотой открываете глаза от этой мирной картины внутри бассейна внутри бассейна туман сворачивается в тревожные картины вы ловите взглядом короткий образ пустоши покрытые трупами бушуют битвы где брат убивает брата а мир возможен лишь могиле также быстро это видение исчезает и бассейн вновь пуст спокойно это мы смотрим это смотрим предвидения какие-то водоем бурлит скипает водооборотами внутри а ну и все я почти под пошли по кругу тут с открытием да пошли по кругу это очевидный водооборот жизни какой-то тут новый какие-то водоем вновь проясняется подожди не спеши интересно очень странные огоньки вы улавливаете панораму города меняется город проходит века жители она это все да действительно идет идет нет смотрите тут про моря пишут водоем вновь проясняется жизнь внутри морей становится дикой борьбой за выживание однако из созданий выбралось на землю одно из созданий выбралось на землю поисках безопасности и она лишь первое из многих это первопроходцы растут и меняется от гигантских рептилий до мелких насекомых они меняется мир меняется вместе с ними жар меняется местами со льдом в конце концов сутулые волосатые существа обезьяны начинают выходить на двух ногах чтобы начать пользоваться верхними конечностями более продуктивно видение пропадает очевидно надо было здесь сначала все прочитать мэн ты же теперь маг ты должна тоже интересоваться мирозданием и мэн сейчас начинает паниковать здесь очевидно зарождение мира австралопитеки пятикантропы и потом уже еще какие-то ребята потом уже homo sapiens да здесь уже более нам видение показывают фантастические как фантастические именно наш мир мэн а ну-ка поинтересуйся голубящийся водоем на мгновение проясняется перед вашими глазами проходит человек первобытные грязные из мешка которого сделан из невыделанной кожи какого-то безымянного животного достает палку согнутую и стянутую высушенным сухожилием он оборачивает сухожилие вокруг еще одного куска дерева начинать крутить всю конструкцию в кучу хвороста это проща очевидно какая-то на ней начинает виться а это не проща он делает огонь на дне начинает виться струйка дыма человек осторожно дует на хворы вскоре занимается огонек огонек человек ухмыляется обнажая ряд сгнивших местами отсутствующих зубов с огнем он будет закалять копьем копьем он сможет убить брата когда брат умрет у человека будет пещера и жена его ухмылка ширится на видение постепенно пропадает водоем вновь свободен рождение мира да здесь зарождение мира здесь его развитие и закат его глубинах удивительное зрелище странный прекрасный город металлические здания на немножко заглянули в другую вселенную все друзья в следующей серии мы продолжим мы будем здесь наверное отдыхать чтобы восстановить наши сплы и выбираться уже из это их катаком в следующей серии с почином нас поздравляю всех все долго этого ждали baldur's gate 2 тени амна тени амна я очень рад несказанно рад потому что очень люблю эту игру и мы отлично проведем время это я вам гарантирую засим прощаюсь в следующей серии продолжим до свидания